Международная конференция КУЛ проходила в Институте ядерной физики имени Буткера 23-27 сентября. Специалисты из Германии, Китая, Японии, Швейцарии, Англии, США и России приехали в Новосибирск, чтобы посадить актуальные мировые эксперименты с применением систем электронного охлаждения заряженных частиц и поделиться опытом работы. Система электронного охлаждения, или как их называют специалисты, электронные кулеры, подназначены для охлаждения пучков тяжелых заряженных частиц вводных ускорителях. Это необходимо для улучшения параметров пучков. Соленоид – это просто намотанный, грубо говоря, в катушку провод, по которому течет ток, и он создает магнитное поле в таком направлении. Соответственно, в нем, в будущем, будет установлена вакуумная камера, в которой будет двигаться пучок ионов, и, соответственно, и пучок электронов. Двигаться совместно, то есть, грубо говоря, если идти в систему отчетов пучка, они будут стоять и те другие, двигаться только с тепловыми скоростями. Будет происходить охлаждение, то есть, электроны будут отбирать часть энергии у него. Место сбора выбрано не случайно. Предложил идею метода электронного охлаждения в 1966 году основатель и первый директор института, академик Андрей Михайлович Будке. В 1974 году в институте впервые в мире было экспериментально показано сжатие протона пучка под действием электронного. В 1967 году мало поверилось, но это можно сделать. Речь шла о том, чтобы электронные пучки элегрировались в месте с тяжелыми частицами. Электронные пучки можно сделать полонными и охлаждать как и было. То, что мы сделали от накопителя антипротона, модель накопителя антипротона, это было следствием того, что у нас уже была почти готова магнитная система антипротонного накопителя. И поскольку тогда нам надо делать, где денег уже не давали, то мы из магнитов больших, сорокатонных магнитов взяли только один пулес. И сделали модель накопителя, чтобы проверить динамику, проверить само охлаждение. Ну и поэтому мы от решения декабря 1972 года до первых результатов, которые были подпубликованы в СССР совещании, прошло всего два раза. Угромно плавно. То есть это было, конечно, фантастически быстро. И самое главное, очень красиво, поскольку мы тут же обнаружили, что теория, которую уже в отеле Галчук, в самом деле, она была, так сказать, без самотничьего, без шатин в этом направлении. То есть это было открытие. То есть мы уже получили охлаждение, которое на 50-й раз, в пусте речи, кто-то тоже предсказал. Сегодня схема систем электронного охлаждения впервые предложена в институте, использована более чем в 20 установках на встречных пучках во многих лабораториях мира. Это стенд для установки электронного охлаждения для будущего комплекса, который будет расположен в Фейер Германия. Это результат работы, совместной работы по контракту и Яв, и Университет Майнс для ИСАН. Этот стенд нужен для отработки основных технических решений, которые связаны с передачей мощности под высокое напряжение. То есть здесь планируется использовать турбину для того, чтобы передавать энергию на этом стенде под потенциал 600 кВ, а в будущем под потенциал 4 мегавольта, либо 8 мегавольт. По напряжению это будет рекордная установка в мире электронного охлаждения. На этой установке Германия будет изучать ядерную физику. В рамках сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне и проектом класса Мегасайенс НИКО специалисты и Авсоран уже изготовили и поставили систему электронного охлаждения для бустера НИКО, а теперь работают над кулером для основного ускорителя кольца коллайдера. По предварительным прогнозам система электронного охлаждения будет готова в 2022 году. Редактор субтитров А.Семкин